Всем привет! С вами Кадры! На дворе уже февраль. До начала зимних Олимпийских игр остаются несколько дней. Совсем скоро мы будем болеть за наших российских спортсменов. А это значит, что сегодняшняя наша гостья пришла к нам вовремя и не случайно. В эту субботу к нам в начальник заглянула председатель правления Федерации биатлона Омской области, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи и заслуженный мастер спорта Яна Романова. Здравствуйте, Яна. Скажите, вы ждете начала Олимпиады? Будете ли смотреть трансляции? Здравствуйте, Тимофей, Алена, все телезрители. Вы знаете, всегда ждала начала Олимпиады, всегда, когда была зрителем, когда была еще ребенком. Когда стала заниматься биатлоном, уже стала мечтать о том, чтобы попасть на Олимпийские игры в качестве спортсмена. Затем две Олимпиады были для меня несколько иными, я принимала в них сама участие. Но вот сейчас в такой сложной ситуации, конечно, сложно сказать. Хочется смотреть, хочется следить за спортом. Моя жизнь все равно продолжает быть связана со спортом. Поэтому, наверное, нужно быть в курсе всех событий, которые происходят на Олимпиаде. Но, скажу откровенно, смотреть мне не хочется. Потому что очень, очень такая напряженная политическая обстановка. Очень много в последнее время произошло ситуаций, которые, к сожалению, заставляют пересмотреть свой взгляд на Олимпийское движение. Поэтому, конечно, буду поддерживать тех спортсменов, которые, пусть в нейтральном статусе, но будут представлять нашу страну. Но тех эмоций, которые обычно испытывает болельщик, спортсмен, бывший спортсмен, наверное, испытывать не буду. А как вы стали биатлонисткой? Это было ваше решение или вас направили родители? Можно сказать, что самостоятельное решение. Мои родители никогда, скажем, не поддерживали такой вот целенаправленный путь и движение к Олимпийским победам. Да, они поддерживали меня, когда я пошла в спортивную секцию, в лыжную. Они уже одобрили это, сказали, что если тебе нравится, конечно, занимайся. Когда пошли первые успехи и достижения на городских соревнованиях, на областных, конечно, тут уже заразилась, может так сказать, вся семья, потому что я стала привозить первые медали. Пусть они совсем, казалось бы, малозначимых соревнований, но для ребенка, я думаю, что любой старт, любая победа – это такой начальный путь, путь наверх. И сейчас, когда я возвращаюсь к этим медалям, я, конечно, на них смотрю уже совсем иначе, потому что это то, с чего все началось. Биатлон – это очень трудный, требующий многих сил и нервов спорт. Был ли у вас такой переломный момент, когда вы хотели все бросить и заняться чем-то другим? Конечно, таких моментов было достаточно много, но если говорить о переломных, то, наверное, их было три. Первый такой момент наступил в девятом классе, когда я после школы, как обычно, вынуждена была бежать на тренировку, зайти домой пообедать, переодеться и скорее бежать на тренировку. И тут одноклассницы, я смотрела, как они засобирались в кино, и тут я подумала, как я устала от всего этого, от постоянных тренировок, и хочу, наверное, чего-то другого, и не пошла на тренировку. Я пришла домой, и тогда родители меня спрашивают, что сегодня нет тренировки. Я говорю, да, нет тренировки, сегодня отменили. Ну, не стала им говорить о том, что я вот не хочу больше ходить в эту спортивную секцию, сказала, что отменили. И именно в этот вечер пришел мой тренер к родителям и сказал, что вот сегодня я не пришла на тренировку, почему? Ну, тут, как говорится, все вскрылось, стало все понятно, что я просто не захотела. И вот, конечно, за этот момент я благодарна своему первому тренеру, потому что тогда он оценил потенциальные возможности о том, что все-таки есть будущее, что нужно прикладывать, конечно, усилия, и когда это еще будет, какой-то значимый результат. Но сейчас бросать ни в коем случае нельзя. А он убедил меня, убедил моих родителей, что все-таки нужно продолжать эти занятия, что есть перспектива, есть надежда. Ну, на следующий день я пошла. Не скажу, что с большим желанием, но пошла. А вот вы выполнили просто первого тренера, который помог преодолеть вам первые трудности. Какие у вас с ним отношения были? Расскажите про него, кто он, общаетесь ли вы до сих пор? Конечно, мы общаемся, потому что первого тренера сложно забыть. Он действительно привил любовь к виду спорта. Он по совместительству был учителем физкультуры в школе, в общеобразовательной, и ставка тренера у него была в детско-спортивной школе. Именно на уроке физкультуры он обратил на меня внимание, пригласил в спортивную секцию, сказал, что давай, ты вроде бы шустрая девчонка, может быть, получится у тебя. Ну, контакт мы постоянно держим. Он приезжал на соревнования, когда они приходили на территорию России. Ну, естественно, смотрел за всеми моими самыми крупными выступлениями по телевизору, постоянно звонил, давал свои рекомендации. Иногда, честно скажу, я уже даже не хотела к ним прислушиваться, мне казалось, что он где-то неправ. Но одно то, что он переживает и живет этим, несмотря на то, что мы уже много лет не работаем непосредственно в контакте, конечно, это приятно. Яна на первом этапе в сборной команде России. Совсем скоро старт. Поехали. Некоторое психологическое преимущество очень важно. Поступает Романова ей непросто. Семиренко. За ней уже Романова. Вот Яна на ваших экранах. Мы наблюдаем за Яной Романовой, которая просто блестяще вместе с Витой Семиренко отработала первый огневой рубеж. Пока у российской сборной все складывается неплохо. Ну что ж, Романова просто блестяще прошла. Яна пока держится очень неплохо. Яна идет на второй позиции. Ну что ж, фавориты отскакивают. Очень уверенно Яна Романова прошла вот этот круг. Закрывает Яна Молочина в лидерах. Идем. Прекрасная работа. И второй этап у нас Ольга Зайцева. А у нас сегодня Вилухина прибежит. Второй, оглядываясь. Браво! Романова Зайцева, Шумилова Вилухина. Вице-чемпионки Олимпийских игр. Ликуют трибуны девчонки. Молодцы. А вот расскажите, а был ли у вас кумир в детстве, которому вы все время равнялись? Да, моим кумиром детства в спорте стала Елена Вяльби. Так как я занималась лыжным спортом, затем биатлоном, я, соответственно, больше всего меня интересовали именно вот эти виды спорта. И Елену Вяльби очень хорошо помню, как она бегала в розовой шапочке. Я действительно за нее болела, переживала. Но на тот момент у меня не было мыслей стать Олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. Я просто восхищалась ей, ее трудолюбием, ее спортивными достижениями. Я не могу сказать, что мне хотелось пройти этот путь. Я не думала даже о том, что это возможно. И вот сейчас, когда я общаюсь с детьми, я очень часто говорю им, спортсменам в первую очередь, что все-таки если вы мечтаете о каких-то больших достижениях, то мечта мечтой, но нужно поэтапно идти к своей цели, очень мелкими шагами. Кумиры, они, конечно, важны, но очень часто, когда спортсмен или просто болельщик смотрит на кумира, он немножко, может быть, забывает о том, что... Не то, что не забывает, а недооценивает свои возможности, потому что кажется, ну, настолько этот кумир идеален, и вроде бы им нет и не достичь такой идеальности. Но вот именно трудолюбие, терпение, оно все-таки позволяет приблизиться максимально и стать таким же, а может быть, даже и выше своего кумира. А как у вас обстояли дела в школьное время? Ведь, наверное, учителя знали, что вы подающие надежды юная спортсменка, и, может, какие-то поблажки были или, наоборот, больше вас востребовали в учебе? Ну, поблажек не было, были некоторые недовольства, потому что приходилось сразу после школы уходить на тренировки. Иногда мы уезжали на соревнования, пропускали какие-то занятия. У нас была учительница русского языка и литературы, которая говорила о том, что хотела бы видеть меня на своих дополнительных литературных занятиях и очень хочет, чтобы я развивалась в этом направлении. А я совершенно не обращала на ее предложение внимания. Я все время худела на тренировки. Конечно, я сейчас благодарна своим родителям за то, что все-таки они позволили мне выбрать самостоятельный путь. Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы я посещала литературные кружки. Может быть, она тоже была бы интересной. Может быть, зря я не пошла по этому пути. Но сейчас никто этого уже не скажет. Я, собственно, довольна, что выбрала спортивный путь. Он тоже довольно интересный. Были, конечно, сложности. Но я думаю, что в любом деле, если человек хочет достичь вершины, то нужно приложить очень большие усилия, иметь очень серьезную мотивацию, потому что путь к вершине, он в любом случае непрост. Как в спорте, так и в любой другой деятельности. Ну, сейчас, наверное, учителя, которые были довольны тем, что вы уходите на спорт, гордятся вами? Да, я была в своей школе после Олимпийских игр. И вот эта учительница русского языка и литературы, она, конечно, сказала, что да, ты молодец, ты действительно добилась того, к чему шла. И, наверное, я была... Вернее, даже она сказала, не на верное. Я была не права, потому что я смотрела на мир своими глазами и видела в тебе участника своих литературных кружков. Но я увидела, что все-таки ты преследовала свои цели, и они действительно были серьезными. Поэтому, конечно, это приятно слышать от тех, с кем приходилось работать в детстве. А вот вы уже говорили то, что путь к Олимпийской медали очень труден, и не всем удается его пройти. А вот что для вас было самым трудным? Ну, трудностей, на самом деле, было очень много. Очень много сомнений. Потому что те победы, которые есть у спортсмена, и в частности у меня, их на самом деле у большинства спортсменов в разы меньше, чем поражений. То есть, скажем, если взять спортивный сезон, один спортивный сезон, который длится с ноября по апрель, допустим, принимает спортсмен участие в 40 гонках. Из этих 40 гонок, может быть, там, 2-3 гонки, которые завершаются приятно с медалями. А были сезоны, когда и вообще таких гонок не было. И поэтому, если суммировать все соревнования, на которые мне приходилось выходить, и те медали, которые у меня есть, то это, конечно, очень-очень низкий процент. И вот это самое тяжелое. Потому что легко выходить на новую борьбу, на новый старт, когда у тебя за плечами, скажем, победа. Это совсем другие эмоции, совсем другой настрой. А вот попробуй, настройся, выйди, когда все не складывается, когда не получается. Бывало так, что не один старт. Старт за стартом. Это целый сезон мог выпадать. По разным причинам. Где-то болезнь, где-то, может быть, неверная подготовка. И чувствовать, что ты проигрываешь раз за разом. И вот здесь очень четко нужно понять. Ты проигрываешь из-за того, что ты где-то недоработал, сделал что-то не так. Или ты проигрываешь, потому что ты достиг своего предела, и, наверное, пора уходить из спорта и пытаться реализовать себя в чем-то другом. И вот здесь, на этом этапе, спортсменам очень трудно принять верное решение. А этих этапов в жизни было достаточно много. Как научиться преодолевать себя и такие сомнения? Сложно сказать, потому что, когда я сейчас говорю о своей спортивной карьере, я часто стала думать о том, а правильно ли я выбрала путь. То есть, может быть, нужно было пойти каким-то другим путем. И, может быть, сейчас было бы лучше. Но назад мы не можем вернуться, правильно? И поэтому мы должны анализировать то, что было сделано. Сейчас весь свой спортивный путь, смотря на него со стороны опыта, с позиции опыта, я понимаю, что очень много сделано было ошибок. И можно было гораздо эффективнее провести эту спортивную жизнь. Но это, я думаю, можно применить к любому человеку, который прожил определенное количество лет. И чем старше человек становится, тем больше у него опыта, тем больше возможностей для того, чтобы понять, правильно ли он сделал или допустил какие-то серьезные ошибки. Но самое главное – иметь какую-то конечную цель. Потому что конечная цель, она, наверное, и позволяет двигаться вперед. Если очень хочется, скажем, быть олимпийской чемпионкой или применительно к неспортивной деятельности любой другой пик карьеры, если этого очень хочется, то, наверное, все возможно. А вот где вам больше нравилось выступать? В Хатематиске или в Сочи? Мне больше нравится Сочи, потому что это такой интересный город, у него очень необычный климат. Потому что Ханты-Мансиск – это сибирский город, там всегда холодно. А в Сочи – море рядом, очень тепло. Олимпиада в Сочи была таким уникальным спортивным событием, потому что было две олимпийские деревни. Одна была расположена внизу, на уровне моря, а мы, лыжники-биатлонисты, горнолыжники, жили на высоте 1400 метров. И у нас, получается, там такой зимний уголок был, тепло, но зима. А когда мы спустились в нижнюю олимпийскую деревню, мы посмотрели, у них там лето, там даже люди в море купались. Ну, конечно, море было достаточно холодное, 16 градусов, но для зимы, я думаю, это хорошая температура воздуха. Они по олимпийской деревне передвигались на велосипедах. То есть это такое сочетание, можно сказать, было летних и зимних видов спорта. Об этом все говорят, спортсмены. Вот этот уникальный климат Сочи, он, конечно, позволяет говорить о том, что это место, ну, оно имеет превосходство по сравнению с тем же Ханты-Мансийском. Ни для кого не секрет, что порой спортсмены бывают в разных городах и странах. Иногда в свободный тренировок время им удается подметить что-то новое о том или ином месте. Самый интересный из их заметок собрал ведущий рубрики «Рюкзак». В России множество направлений для отдыха на любой вкус и кошелек. Разве не странно, что мы объездили уже весь берег турецкий, поглазили на сфинкса, попробовали диковинные тайские фрукты, но при этом ни разу не были на Байкале, не любовались красотами Карелии и не катались на лыжах в горах Алтая. Пора наверстывать упущенное. Зимний Сочи. Любимый отпускной маршрут россиян достан внимания не только в теплые летние месяцы, но и круглый год, особенно зимой. В горной Красной Поляне раздолье для лыжников и сноубордистов, причем благодаря развитой инфраструктуре сюда удобно приезжать даже с самыми маленькими детьми. Вдоволь накатавшись с горных склонов, отправляйтесь в центр Сочи, гулять по Сочи парку и любоваться спортивными сооружениями, построенными к Олимпиаде. Дендрарий, этнографический парк «Моя Россия», крытый аквапарк в Красной Поляне, спа-центры. Все эти заведения работают круглый год и бывать здесь зимой особенно приятно, потому что в отличие от лета здесь нет наплыва туристов. Санаторий Черноморского побережья приглашает совместить отдых со здоровительными процедурами. Зимой здесь можно поправить здоровье без ущерба для семейного бюджета, потому что курорты существенно снижают цены. Если вы еще ни разу не были на Черном море зимой, срочно исправляйте ситуацию. Если вы любите путешествовать и хотите посетить все города мира, то не спешите строить наполеоновские планы. Начните путешествовать с нашей страны. А мы знаем, что вы сейчас покинули большой спорт. Чем вы сейчас занимаетесь? Продолжаете ли вы заниматься биатлоном и вообще поддерживаете ли спортивную форму? Да, сейчас я являюсь представителем правления Федерации биатлона Омской области. То есть мне хочется здесь поддержать наш Омский биатлон, потому что он пришел в такой некий упадок. Хочется поддержать всех детей, которые смотрят трансляции, смотрят губерниево и с удовольствием приходят в биатлон. Но у нас есть сейчас ряд сложностей, которые нужно решить для того, чтобы создать максимально комфортные условия для занятий биатлоном. Поэтому это такая вот деятельность, которая достаточно приятная, потому что очень много положительных отзывов получаешь, когда что-то получается. Проводим мы соревнования. Совсем недавно провели соревнования, соревнования с использованием пневматических винтовок. Они увеличивают доступность биатлону. То есть очень много желающих уже могут попробовать себя, потому что пневматика не имеет таких ограничений, как наше традиционное малокалиберное оружие. По поводу спортивной формы, конечно, я себя поддерживаю, потому что после таких больших тяжелых нагрузок ежедневных просто даже очень вредно для организма резко завершать и ничего не делать. Когда-то я хожу в бассейн, бегаю. На лыжах я катаюсь очень мало, потому что, видимо, так устала я от лыж, что не привлекают они меня совсем. А вот в бассейн хожу с удовольствием. А вот многие после того, как заканчивают карьеру, переходят на тренерскую деятельность. А вот тренируете ли вы детей или только проводите конкурсы? Ну, непосредственно тренерской работой я не занимаюсь, потому что у меня, скажем, в мои обязанности входит такое несколько более широкое представление и развитие биатлона. Да, мы очень много работаем с тренерами, проводим и тренерские собрания. Я провожу достаточно много открытых тренировок со спортсменами, но все-таки непосредственно тренерскую деятельность я не веду, потому что, наверное, это тоже связано с тем, что такая усталость после спорта, а тренер – это, по сути, очень близкая профессия к спортсмену. И так как я очень много времени проводила на сборах, в общем, сейчас мне совсем даже не хочется вот в это дело вникать, потому что это будешь переживать за своего воспитанника, нужно с ним расти, снова передвигаться по различным стартам. Ну, пока вот я к этому не готова. А может, у вас появилось хобби и стало больше времени как раз для него? Когда я только завершила спортивную карьеру, я тоже думала о том, что сейчас я смогу наконец-то заняться какими-то своими любимыми делами, на которые не хватало времени раньше. Но сейчас опять так жизнь складывается, что я настолько увлеклась своей деятельностью в роли председателя правления Федерации биатлона, что я опять ушла в биатлон, незаметно для себя, но я опять погрузилась, и он отнимает у меня все мое время. И я уже думаю, получается, биатлон – это моя судьба, что ли? Все мы знаем, что сейчас в нашу российскую сборную обрушился шквал несправедливых обвинений в употреблении запрещенных препаратов. Можете как-то прокомментировать ситуацию, находясь в самом центре событий, так сказать? Ну, это, конечно, такая нестандартная ситуация, потому что раньше при прохождении процедуры допинг-контроля в случае обнаружения каких-то запрещенных веществ спортсмен получал дисквалификацию на какой-то определенный срок в зависимости от решения Всемирного антидопингового агентства. То здесь сейчас то, что происходит в последний год, это вообще ситуация, которую, наверное, представить себе никто не мог. Сейчас всех наших спортсменов, ну, не всех, а большинство спортсменов-медалистов Сочи обвиняют в том, что были махинации с допинг-пробами, и как таковых положительных проб нет, но вот это обвинение в государственной поддержке допинга, оно есть, и приняты уже очень страшные решения, уже многие спортсмены лишены олимпийских медалей Сочи, и я в том числе. Продолжается вот эта вот непонятная ситуация с допуском на Олимпийские игры, даже в качестве нейтральных атлетов наших спортсменов. Поэтому весь этот беспредел, я не знаю, как его комментировать, потому что олимпийское движение предусматривает честную, справедливую борьбу, которую сейчас я не вижу. Нас массово лишают медалей, отстраняют от Олимпийских игр, а что это за Олимпийские игры без самой большой страны в мире, ну, не совсем понятно. Как вы думаете, насколько у нас в стране развита школа биатлона? И если бы у вас была возможность, как бы вы изменили? В целом спорт в нашей стране поддерживается, но поддерживается, на мой взгляд, не совсем верно. То есть не совсем правильно построена система подготовки. У нас есть поддержка сборных команд России, юниорских команд России, а вот той поддержки, которая действительно необходима, поддержка детского спорта прежде всего, ее нет. У нас в России есть очень неплохие спортивные комплексы, которые, казалось бы, должны позволять готовить хороших спортсменов. Но спортсмен любой начинается с ребенка. И поэтому, насколько мы готовы, наша страна готова вкладывать правильно, готова развивать именно детей, именно поддерживать детей, не видеть в них потенциальных Олимпийских чемпионов, а прежде всего заниматься их развитием. И тогда уже среди них наиболее амбициозные, наиболее подготовленные, они пойдут в спорт. Те, кто не выберут спорт, они в любом случае ничего не потеряют, потому что в детстве они получат то физическое развитие, которое им пригодится в дальнейшем по жизни. И вот это в целом проблема нашей страны и Омской области в частности, потому что все дети спортивные школы посещают, как правило, за счет родителей, за счет возможностей родителей, а возможности у родителей разные. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что перспективный ребенок, которого, казалось бы, нужно поддержать, и у которого есть будущее, но, скажем, родители его не способны материально обеспечить посещение данной секции, и он уходит. А малоспособный ребенок, но желание есть у родителей, они его поддерживают финансово, и вроде бы он продвигается. И тут нарушается принцип естественного отбора. Если будет поддерживаться детский спорт, если будет грамотно выстроена система отбора, будут проходить лучшие от этапа к этапу, тогда в сборной команде мы будем получать лучших спортсменов, и мы не будем иметь той проблем. Спасибо, что заклинули к нам. Будем ждать Олимпиаду и вместе болеть за наших спортсменов. С вами были кадры и председатель правления Федерации биатлона Омской области, серебряный призер Олимпиады в Сочи и заслуженный мастер спорта Яна Романова. Еще увидимся!